В Доме правительства обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности, которые проводят в отношении органов местного самоуправления. Эффективное управление общественными финансами, подготовка качественной документации – одни из основных условий своевременной реализации всех намеченных планов. В уходящем году республике удалось многое сделать. Мы реализовали целый ряд проектов, которые позволили нам добиться повышения качества жизни в республике. Это и строительство детских садов, фельдшерских пунктов, открытие новых производств с высокотехнологичными рабочими местами. В ходе совещания обсудили механизм проведения различных проверок. Глава республики сделал акцент на том, что вся контрольно-надзорная деятельность должна быть максимально гласной и открытой. Проверки не должны дублироваться, а наказание – всеразмерное нарушение. Отдельная тема совещания – проверки в части пожарной безопасности. По данным МЧС, неблагоприятная ситуация с пожарами сложилась в Алатарском, Шумерлинском, Цивильском и Козловском районах. У нас произошло 26 пожаров. Это на два пожара больше, чем за этот же период прошлого года. В основном каждый случай рассматриваем на заседании. В основном горят это бани и домовладения граждан. Михаил Игнатьев отметил, что человеческий фактор всегда присутствует в такого рода происшествиях. Но все же муниципалитеты не должны устраняться от решения этих вопросов. И добавил, что на 2016 год перед правительством республики стоят серьезные задачи. Нам нужно решить проблему с обучением детей во вторую смену, продолжить работу по обеспечению качественной медицинской помощи в шаговой доступности, расширить возможности для получения специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Планируем закончик строительства нового хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера на 5000 операций в год. В сельской местности будут строиться клубы, фапы, спортивные площадки. От того, насколько эффективно будут работать на местах, зависит, реализуется ли все запланированное. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика.